Спонсор рубрики ЗАО МПК. Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве трёхгорное. Трёхгорное. Пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. СПОРТ-ФМ представляет. Единственная программа о спорте номер один на радио. Дмитрий Дерунец. Сто процентов футбола. СПОРТ-ФМ с пяти до семи вечера. Привет, друзья. Это понедельник. Это новая рабочая неделя. Это большой футбольный эфир. Большие футбольные два часа в течение ста процентов футбола на волне. НАК СПОРТ-ФМ. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Сегодня я в дуэте, но не с Нобелем Рустамяном, а с нашим постоянным экспертом, которого мы рады видеть каждый понедельник с 17 до 19 у нас в эфире, Александр Викторович Бубнов. Добрый день. Всё-таки мы тут договорились после наших вечеринок, что именно на этот слог вашей фамилии делать правильную ударение. Александр Викторович, здравствуйте. Ну, наверное, напомним сразу смс. Портал 5533 в начале слова «Спорт». Конечно же, наше приложение для Viber и WhatsApp к вашим услугам. 8-9-2-5-2-2-2-2-93-2. 8-9-2-5-2-2-2-2-93-2. И 100% футбола ВКонтакте. Наша страничка. Ну и сейчас подводим, наверное, итог не только минувшего тура, но и определенного отрезка в жизни нашего чемпионата. Заглядываем в будущее в течение ближайших часов. Смотрим, как, на ваш взгляд, пройдет ответственнейший период в жизни сборной страны. Потому что сегодня уже начинается сбор национальной команды. Мы готовимся к двум матчам в пятницу в Молдавии в понедельник. Естественная игра с Черногорией. Напомню, вы ее можете смотреть вместе с нами на вечеринке «Спорт.ФМ». Так что очень много интересного будет у нас сегодня в эфире. Но в начале тур минувший. Ну, вы знаете, в общем и целом фавориты победили. Да, никаких громких событий нет. Вас, может быть, какой-то матч удивил, обрадовал, огорчил? Ну, удивил Спартак. Потому что, несмотря на то, что он выиграл, он играл вторым номером на контратаках. И Мордовия почти по ходу всей игры имела такое игровое преимущество. И оказывалось серьезное давление. Больше того, у них был чистый голевой момент. Мухаммедшин, который не сумел реализовать. Причем он бил в падении головой. Но он не разобрался в ситуации. Потому что он спокойно мог мяч принимать. Никого вокруг не было. И Ребров тоже застыл на линии вратарской. Потому что там делали вне игры в пределах штрафной и ошиблись. И поэтому, если бы он правильное решение принял, он сориентировался. Хотя он мог и в падении головой забить. Но здесь Ребров выручил. То тогда ситуация могла бы измениться. И ход поединка был бы другой. Во всяком случае, Мордовия оставила хорошее впечатление. А Спартак вот в такой игре, в такой манере, немножко удивил и был неузнаваем. Вот если сейчас взять этот чемпионат, первый для Дмитрия Ленчева во главе московского Спартака, уже четыре... Ну, в принципе-то команда идет нормально. Если брать набор очков. Нормально. В группе лидеров. И все цели пока что еще достижимы. В кубке прошли уверенно дальше тоже. Но если брать победы, то в основном они одерживаются со счетом 1-0. Четвертая победа со счетом 1-0. Казалось бы, от чего уходили, да, от счета, да, которые ассоциировались с Якином, минимальное преимущество и не спартаковский футбол. К тому же и пришли. Но здесь нужно на что обратить, в первую очередь, внимание? Дело в том, что Спартак как при Якине, так и сейчас не блещет игрой в обороне. И поэтому были провалы, был провал в Краснодаре. И поэтому Оленичев до сих пор эти проблемы не решил. Он пытается их решать, переставивая игру команды. И она сейчас, вот в последнее время, в три центральных защитника играет. Вот. Естественно, из-за этого падает атакующий потенциал команды. Потому что при такой системе и два защитника есть практически в пять, и опорный шесть. Атакующий потенциал сокращается. И не так просто преодолевать глубоко эшелонированную оборону противника, который выстраивает. Больше того, который начинает прессинговать. Поэтому часто Спартак вот попадает в эти сети. Плюс, на мой взгляд, я говорил и повторяю, существует проблема в Спартаке. Это широко в попов их совместимости. Потому что в какой-то степени они дублируют. Больше того, порой они иногда и мешают друг другу. Вот. И мешают в целом в команде, когда приходится обороняться и прессинговать. Потому что здесь, в общем-то, не все синхронно. И самое главное, не все качественно. Но попов себя проявляет. Он забивает, отдает. Вот. Широков пока на его фоне выглядит бледно. Больше того, идет постоянная ротация в линии атаки. То Мафисиан выбывал, то Зелуиш выбывает. А сейчас вот Промес тоже получил травму в сборной Голландии. Не поедет. Так что у Алинча проблем очень много хватает. И в этой игре Глушаков не ездил, не играл. То есть идет постоянная ротация. И, естественно, такой сыгранности, стабильности нет. И самое главное, нету стабильности. И в отличие от других команд лидеров, нету стабильности со старым. Стабильность есть всегда на дорогах Москвы. Пробки обязательно где-нибудь найдутся. Хотя для понедельника, для этого времени, вполне нормальная ситуация на трассах. Три балла по оценке портала Яндекс.Пробки сейчас. Местами затруднения. Непростая ситуация на внутренней стороне третьего транспортного кольца. От Хорошевского шоссе до Шереметьевской улицы. Полчаса потеряете на небольшом отрезке. На Миниевском шоссе от улицы Артамонова до улицы Лобачевского. Внезапно потеряете полчаса. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Продолжаем наш эфир. Это «Сто процентов футбола». С вами Дмитрий Дерунец. И, как всегда, у нас в гостях по понедельникам Александр Бубнов. И много вопросов приходит уже на СМС. Портал 5533 в начале слова «Спорт». Вижу ваши сообщения в Вайбер и Ватсап. 8-9-2-5-2-2-2-2-2-9-3-2. И, конечно же, странички «Спорт.ФМ». Страничка «Спорт.ФМ». Сто процентов футбола ВКонтакте. Сдавайте свои вопросы. Глобальный для вас вопрос тоже, как и для Александра Викторовича. Что удивило в этом туре минувшем, да, и какие тенденции вы уже можете отметить, потому что позади три чемпионата. Я думаю, что это уже очень серьезный отрезок, по которому можно судить. О «Спартаке» начали говорить. «Спартак» одержал минимальную победу над Мордовией со счетом 1-0. Но вопросов очень много к игре. И вот это отсутствие стабильности состава, о которой вы сказали, Александр Викторович, да, оно все-таки, на ваш взгляд, больше вынужденное отсутствие этой самой стабильности из-за травм, из-за повреждений, или реально это больше поиск игры? Это больше поиск игры, потому что травмы происходящие, они, в принципе, во всех командах бывают. Но здесь еще травмы могут идти из-за чего? Потому что «Спартак» в таком режиме мог не играть, особенно что касается прессинга и тех требований, которые предъявляет Оленичев, потому что... А сразу вопрос, интенсивность игры «Спартака» выросла? Да. Они стали играть, больше двигаться, потому что вот эта игра в 1-2 касания, вот этот пас в короткий средний, требует постоянного движения. При этом Оленичев, ну это современная тенденция, он требует, чтобы и прессинг был, и на половине поля соперника. И, естественно, учебно-тренировочный процесс изменяется, вот, и он становится более интенсивным, и я допускаю, что непривычным для многих игроков, и поэтому идут перегрузки, мышцы не готовы, начинают эти травмы, и из-за этого тоже состав нестабильный. То есть здесь адаптация тоже к нагрузкам должна быть соответствующая. Ну и самое главное то, что на сборах мы не смогли определиться со стартовым составом и с той тактикой, которую будут использовать, особенно при игре в обороне. И сейчас по ходу чемпионата приходится вносить коррективы, а на фоне того, что идет еще и ротация состава, вот поэтому вот такая игра. Но «Спартак» выручает все-таки, вот они добавили в этом компоненте, они сейчас бьются. То есть они играют самоотверженно, выкладываются вот и до, и это, в общем-то, свои результаты приносит. И вот в этой игре, о которой мы говорим, да, мало того, что Мордовия не реализовала чистый голевой момент и оказывала давление на протяжении всей игры на «Спартак» такое серьезное, так и еще «Спартаку» повезло, потому что забили быстрый гол, причем быстрый гол этот получился в какой-то степени даже случайно, потому что Юра Мавсисян, который выдал вот такой паспорт, мы сейчас разбирали его, я эти моменты все разбирал, когда голы забивались, да, он стоя спиной, он практически не видя Попова, он видел, что Попов только открывается, но когда он передавал передачу, он стоял спиной к воротам, и спиной Попова он его не видел. Такое даже впечатление создалось, что все-таки, когда вот он спиной стоял, потом полуоборотом он стал разворачиваться с стола, ну, Промеса, и Промес мог туда открыться, но он дал, если на Промеса, то пас получился неточный, а на Попова прошел вообще идеальный, гениальный пас, да, спиной. Вот, но я все-таки склонен, зная вот эти все нюансы, я все-таки склонен считать, что это дело случая, и, конечно, там защитники тоже ошиблись, делая положение, пытаясь сделать положение вне игры, как и «Спартак» ошибся, пытаясь сделать положение вне игры, когда был хомешан на момент. Вот, вот, как говорится, хроника матча, и не забей «Спартак» вот такой быстрый гол, то тоже неизвестно, как события развивались, потому что Мордовия, Мордовия выглядела очень неплохо и Владимир. Друзья, это «Сто процентов футбола», рады приветствовать всех тех, кто слушает нас сейчас, и призываем вам писать, вас писать сообщения, задавать свои вопросы, 5533 в начале слова «Спорт» и это смс-портал, конечно же, не забивайте, простой путь, это приложение «Вайбер» и «Ватсап» 8925-2222-93.2, и наипростейшая страничка «Сто процентов футбола» ВКонтакте. Большое количество вопросов к Александру Викторовичу Бубнову, который по традиции понедельничный у нас сегодня в гостях. Большое количество вопросов сразу по игре «Спартака». Вот о проблеме, Александр Викторович Широкова и Попова, мы говорим уже не первую программу. Конкретно спрашивают, как вам в этом матче Попов. Мы помним, какую оценку выставили мы все вместе, Роману Широкову по игре «Спартак-Зенит», но в этой игре он проводит на поле 90 минут, а Попов не доигрывает. Ну, здесь, если ты обратил внимание, да, когда игрок выделяется, то он заметен даже здесь без технико-тактических действий. Я не знаю, где Попова проблемы со здоровьем были. Может быть, там перестояние. В конце концов, «Спартаку» уже под конец пришлось этот счет удерживать. Но факт остается фактом, да, что Попов ушел, а Широков остался. Ну, вот, но я, на мой взгляд, почему я так говорю, потому что если бы Широков при таком объеме технико-тактических действий, а он за 100 не может выйти, а это очень мало, играя на этой позиции, да, вот, от этого страдают атакующие действия игроков. Потом, в этой игре у него тоже большой процент брака был. Плюс, плюс, он не столь эффективен, но это уже связано с возрастом, неэффективен в прессинге. Практически, практически он в основном играет на чистых мячах, вот, и сам в отборе не участвует, так как нужно участвовать, чтобы прессинг не разорвать. И я не случайно говорил, я же, ну, об этом давно уже говорил и первый заговорил, когда об этом разговора не было. Хотя сейчас до сих пор существует мнение, что их можно совместить, вот. Наверное, это и мнение Оленьчева прежде всего, если его отпускает. Раз он их состав ставит. Но дело в том, что, вот, продолжая это делать, да, это на игру сказывается, и это видно невооруженным глазом. И если так дальше будет продолжаться, и в первую очередь, если Широков не улучшит свою игру, а пока он ее не улучшает, да, то Спартак просто-напросто будет терять очки и будет создать команда. Я еще раз говорю и напоминаю, что Оленичев очень долго доверял Филимонову в арсенале, в Тульском. Вот, и из-за этого тоже команда вылетела. Если бы он раньше провел замену вратаря, да, то вполне возможно у арсенала было бы шансы остаться. Ваш выбор, кто сильнее, кто нужнее для Спартака Широков, Лепопов? Бопов, однозначно. Никто в Европе, пишет нам, не играет по тактике 3 или 5 защитников, Спартака нет, будущее Соленичево. Ну, никто в Европе. Сборная Голландии на чемпионате мира в Бразилии играла. Ювентус часто играет. И добились результата. Дело в том, что это очень прогрессивная и очень, скажем так, сложная схема, потому что если по этой схеме играть правильно, да, то нужно иметь очень сильных, сильных трех центральных защитников. Очень сильных, которые бы могли и втроем. Сейчас, как правило, больше двух нападающих в линии атаки нет. За исключением голландцев, но и то там, это два нападающих, они в основном на флангах, это такие атакующие полузащитники, как инсайды, да. Вот. А в основном играют в одного и в два нападающего. Так вот, чтобы по такой схеме играть, нужно иметь трех центральных защитников, очень сильных, чтобы они справлялись с этим. Тогда, вернее, с этими нападающими, тогда у тебя получается, что в средней линии ты можешь минимум, минимум иметь среднюю линию из пяти человек. А если ты играешь в одного нападающего, то вообще из шести. То есть ты практически таким количеством игроков, и если они квалифицированы, ты практически всегда будешь контролировать середину поля, что в игре любой команды основополагающие. И потом, если группа атаки сильная, она должна быть, это уже здесь от подбора игроков, то ты можешь на соперника очень серьезное давление. У Спартака сильные три центральных защитника? Нет. Больше того. Сейчас на дороге в Москву, а потом уже аргументация от Александра Бубнова. Три балла по оценке портала Яндекс.Профе. Сейчас местами затруднения. Какая ситуация на Кольцах? Давайте обратим внимание. МКАД в обе стороны три балла. На третьем транспортом на внутренней стороне пять баллов, на внешней шесть. На Сотовом на внутренней стороне три балла, на внешней пять. И бульварная в обе стороны три балла. Терпимая пока обстановка на улице города. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Продолжаем наш понедельничный эфир. Сто процентов футбола с Александром Бубновым. Я надеюсь, Серега Тайга на вопрос по Попову Александр Ильич вам ответил. А вот по поводу трех центральных защитников, что хотели добавить? Дело в том, что эти три центральных защитника, мало того, что они должны здорово между собой взаимодействовать, хорошо играть вверху. Они должны очень здорово играть персонально, один в один. Вот как раз в этом большая проблема для многих команд, что многие центральные защитники один в один не справляются. Больше того, сейчас, когда в эту пресловутую линию играют, очень часто пытаются за счет не мастерства игроков, а за счет выстраивания в линию и вот эту ловушку офсайдную делать, чтобы сорвать атаку за счет вне игры. Мало того, что это часто к ошибкам приводит, но это приводит к тому, что защитники просто не играют персонально и не умеют играть персонально. И потом это выливается в большую беду. А когда защитники умеют играть персонально против любого нападающего, то тогда не нужен количественный отбор, потому что сейчас в основном отбирают не качеством, а количеством, а это дополнительные энергозатраты. И самое главное, когда полузащитники очень глубоко садятся назад, то структура игры настолько сжимается, что ее потом очень тяжело разжать. Или же нужно в очень быстрые контратаки переходить, которые тоже очень много сил занимают. То есть структура игры не гармоничная, не сбалансированная. Она отнимает очень много сил и из-за этого в какой-то степени даже футбол становится незрелищным. В бакете тоски Макеев. Кто здесь слабый? Сейчас по последним показателям, вот все, что расшифровали, у бакете самые лучшие показатели. А слабый звено Макеев, потому что он центрального защитника никогда не играл, он крайний защитник, и ему приходится осваивать. Не, ну он играл периодически так. Да, вот именно, за такая дыри. Вот раз даже, по-моему, заткнули дыры в опорную зону, поставил это при Карпине, по-моему, было. Вот, поэтому у него, конечно, такого навыка, опыта нету, чтобы играть в центральной зоне. Вот, поэтому на сегодняшний день, на сегодняшний день, при игре в три центральных защитника, как раз Макеев по сравнению с тоски и с бакете уступает. Ну что же, посмотрим еще на ваши другие вопросы. Викторович, реально смотрите на происходящее в РФПЛ. Спасибо. Ну что же, пожалуйста. Ей, конечно, мы с удовольствием всегда слушаем Александра Бубнова. Много вопросов по Локомотиву, Уралу, ЦСКА, Динамо. В общем, огромное количество поводов для того, чтобы еще поговорить. И о сборной тоже. Все это после новостей. Реклама. Собираюсь на рыбалку. На месяц. По всем океанам. Молодец. А бизнес на кого оставишь? Эльбрус Мобайл поставлю. Эльбрус Мобайл? А это что? Эльбрус Мобайл от Райфайзенбанка. Продвинутый инструмент ведения бизнеса. Это мобильный банк, который позволяет проводить и контролировать операции по счетам через смартфон. 24 часа в сутки. Без выходных и праздников. Мобильный банк Эльбрус Мобайл. АО Райфайзенбанк. 18+. Криштиана Роналда, Серхио Рамос, Тони Кросс и другие звезды мирового футбола. Их объединяет самый титулованный клуб в мире. Реал Мадрид. Традиционно в Москве Реал Мадрид организует осенний футбольный лагерь для мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 17 лет. Кроме двух тренировок в день, в лагере будет бассейн и два мероприятия на развитие личностных качеств. Самоконтроль, умение прилагать усилия, лидерство, уважение к другим и работа в команде. Информация по телефону. Плюс 7 499 348 1508. Дорогой, стол накрыт. Устраивайся поудобнее. Спасибо. Кстати, об удобстве. Я оформил нам программу «Твой ПСП». Устраивайтесь в Промсвязьбанке выгодно всей семьей. Бесплатное обслуживание, платежи и переводы без комиссии. Оформите программу «Твой ПСП» в офисе или по телефону. И получайте до 7% годовых на остаток по карте. Звоните 8 800 333 0303. Все условия на 3wpsbank.ru А у Промсвязьбанк. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 3251. Балт Автотрейд М представляет. Решающее предложение на BMW 3 серии и BMW 5 серии. Прежний курс до повышения. И дополнительная привилегия в виде постгарантийного сервисного обслуживания. Третий год плюс. Предложение ограничено. Подробности в салоне Балт Автотрейд М на Рублевском шоссе 64. И по телефону 5 семерок 3 3 BMW. С удовольствием за рулем. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы 490. 100% футбола. С Дмитрием Дерунцом на «Спорт.ФМ». Друзья, мы продолжаем. Это 100% футбола. Понятное дело, что мы следим и за всеми теми матчами, которые начнут происходить в мире футбола уже ближе к концу этой недели. Эта неделя в плане футбола. Понедельник, вторник и среда такая достаточно спокойная. А вот, начиная с четверга, мы говорим о мероприятиях, связанных с отборочными турнирами к Евро-2016. Сборная Россия, напомню, играет в пятницу и в понедельник. А в четверг одним из центральных матчей станет игра «Албания-Сербия». Напомню, какие невероятные беспорядки были в Белграде на первой игре. Между этими командами она вообще была не доведена до конца. Не была доведена до конца. И понятное дело, что и к этой игре будет повышенное внимание. Тем более, что если у сербов никакой турнирной мотивации нет, то вот у албанцев мотивация огромная. Они реально борются за выход на чемпионат Европы. Или, по крайней мере, за попадание в стыковые матчи. Так вот, что нам предлагают эксперты Винлайна. На Албанию 2.56, на ничью 3.03, на Сербию 3.03 также. Да, вот так вот докатились мы до таких времен, что Албания фаворит в матче с командой Сербии. Ну, а что думают эксперты Бет-365? Здесь 2.45 на Албанию, 3 ровно на Сербию и 3.10 на ничью. В прямом эфире «Спорт.ФМ» будут все матчи последних туров отборок Евро-2016. Не пропустите. «Спорт.ФМ» Ну, а мы продолжаем. Вот раз заговорили об Албании, естественно, только что вы слышали по поводу будущего возможного наказания «Локомотива». Нам из Волгограда пишут, зачем болельщики «Локомотива» употребляли кричалки российского плана матча со «Скандер-Бео», теперь за них накажут клуб. Клуб накажут, это очевидно. Сейчас надо понять, насколько накажут, каким будет это самое наказание, зачем. Ну, мы же на прошлой неделе в 100% футбола дозванивались до болельщиков «Локомотива», объясняли они нам эту позицию. Сначала это была якобы, да, какая-то провокация со стороны группы албанских фанатов, которая расположилась рядом с фанатской трибуной. Затем и игроки в том числе ввязывались в перепалку. Ну, я думаю, что все-таки с такими настроениями антиалбанскими и пришли на стадион многие болельщики «Локомотива». Теперь клуб пострадает. Еще раз скажу, я надеюсь, что это будет исключительно закрытие только одного сектора, не более того. Ну и будем надеяться, что никаких дисквалификаций и вообще матчей при пустых трибунах на этот раз у Ефа не допустят. Давайте о «Локомотиве» тогда поговорим. Александр Ильич, «Локомотив» в лидерах идет, «Локомотив» идет на втором месте. Мне кажется, все больше и больше поводов говорить о «Локомотиве» как о некой, ну, не то чтобы силе, но, по крайней мере, как о симпатичном клубе на старте этого сезона. В чем причины вот такого, скажем так, поступательного движения, прогресса по сравнению с прошлым сезоном? Ну, одна из причин, всегда нужно с тренера начинать, потому что от тренера очень многое зависит. Это Черевченко, который сейчас пока исполняет, или главный тренер? Нет, главный давно уже, да. Да, главный тренер, но он исполнял обязанности, да, сейчас главный тренер. Дело в том, что он давно уже в команде, и, в общем-то, очень хорошо команду знает. И сто процентов знал и проблемы селекции, и знал проблемы игроков, потому что он даже не второй тренер был, а где-то третий тренер и помогал тренерскому штабу, иностранному легиону, да, были тренеры иностранца. Вот, поэтому, естественно, он особенно с нашими игроками очень много общался и был близок к игрокам, как правило, тренеры, которые, у которых такой статус, они очень много и на тренировках, и по жизни контактируют с игроками. И поэтому он, судя по всему, общий язык у него со всеми был, и поэтому сейчас вот Гильермо отмечает, когда его спрашивают, в чем причина успеха, да, он отмечает, что очень хороший микроклимат в команде, то есть команда едина, и все заряжены одной целью и борются от начала до конца и полностью выкладывают. Выкладывается. Это одна причина. Другая причина, вот если сейчас взять состав, во-первых, он стабилен, стабилен, в отличие от того же Спартака. Во-вторых, он очень опытный. Потому что вот если мы сейчас прям по составу пойдем, да, Гильермо давно уже... Давно в России русский знает. Уже на русском языке играет, плюс капитаном стал. Шишкин Денисов. Шишкин Денисов, они уже давно играют тоже в премьер-лиге. Чарлука уже больше трех лет играет, потому что он сто игр сыграл. Печинович, это вот хорошее приобретение, он достаточно быстро вписался, но там еще есть и центральные... Ну Михалик, который играл в стартовом составе, как раз сам Карм. По болезни, по болезни Дюрица, Дюрица очень долго сейчас вот из-за драмы выбыл, но он хорошую пару, такая тоже хорошая пара была, Дюрица... Чарлука. Чарлука, да. Чарлука... Потом вот Михалик, это яркий пример того, что любой опорный полузащитник должен иметь... Должен уметь играть на позиции центрального защитника. И вот сейчас, когда Чарлука выбыл, Михалик его безболезненно заменил. Плюс был момент, когда он просто спас, когда выход один на один был у чумы. Осложнилась ситуация на московских дорогах. Четыре балла по оценке портала Яндекс.Пробки. Местами затруднения. Напомню, что в центре достаточно непросто на улице Грузинский вал, на площади Тверской заставы, на улице Бутырский вал от Малой Грузинской улицы до Новослободской улицы. Также традиционная пробка на проспекте Мира от Маломосковской улицы до улицы Докугина и на Рязанском проспекте от МКАДа до Ташкентской улицы. Продолжается наш эфир. Говорим сейчас вместе с Александром Бубновым о московском локомотиве и вот этот самый опыт состава. Вы думаете, что прежде всего это залог? Что больше? Все-таки это опытность футболистов или работа тренера? Ну, само собой разумеющееся, что тренер имеет большое значение, потому что, во-первых, он дает тактическое задание, он определяет тактику. Потом от него зависит учебно-тренировочный процесс, подготовка команды к игре и в психологическом плане, и в функциональном плане. Поэтому все на тренере, это и на тренерском штабе. Кстати, у локомотива тренерский штаб тоже русскоязычный, и это бывшие игроки локомотива, они все играли в локомотиве. Потом, если игроки опытные, и они долго вместе играют, находятся в команде, то, естественно, они друг друга хорошо знают, и у них хорошее взаимодействие. Вот дальше идем. Тарасов. Тарасов уже сколько в локомотиве? Ну, сборная призывалась, конечно. Самедов. Самедов я просто восхищаюсь, честно говоря, в этом сезоне. И вообще стабильность невероятная. Самедов и Касаев. Касаев, да? Касаев это открытие, наоборот, для меня, потому что никогда так стабильно не играл. Вот именно. Возможности Касаева мы знаем, но такой стабильности, больше того, что касается Самедова, то Самедов тоже, вот когда он в том же московском «Динамо» был, он играл эпизодами. А такой игры от начала до конца, которую он сейчас демонстрирует, он не показывал. Он сейчас даже говорит, что он настолько устает, настолько устает от такой интенсивной игры, что после игры первое, что он хочет, это хорошо выспаться и как можно больше спать. Вот последнее его интервью. У Коломейцева получается хорошее подписание. Ну, Коломейцева мы знаем по Амкару. Он такой конструктивный игрок, креативный. Он там и забивал, отдавал и был ведущим игроком. Потом он в Анжи был, поварился в Анжи там, потому что на тот момент там легионеры очень классные были. Естественно, он и там опыт принимал, хотя играл не так долго. А сейчас вот пришел Сакадладу. Ну и плюс вот эти приобретения. Динго и Ниасе очень удачные приобретения. После потери Бусефа и Диара. Вот. Они еще больше усилили команду. И вот сейчас она стабильно сбалансирована играет в обороне в первую очередь. Обратите внимание, локомотив очень мало пропускает. Очень мало пропускает. И в то же время, не форсируя события, имея такую группу атаки, с которой сейчас определился уже Черевченко, да? Они, как правило, во втором тайме дожимают любого соперника. Я продолжаю восхищаться, конечно, реализацией моментов. Вот сейчас пять ударов в створ, три гола. Казалось бы, невзрачная игра против Скиндербео, да? Ну, первый тайм вообще такой скучный. Все равно один забили вот такой необходимый в играх с такими командами. Во втором добавили. Ну, какая-то невероятная реализация моментов. Ну, я просто поражаюсь. Ну, я тебе еще раз говорю, это зависит от класса игроков, потому что они всеопытные и на хорошем уровне поиграли. И потом, знаешь, когда в обороне все нормально, все стабильно в обороне, то они как раз, имея такого нападающего, Ниасе, ты видел, что он со спортингом сделал. Вот. Ему таким нападающим нужно вовремя и своевременно отдавать передачи, доставлять правильный мяч, и все. Они потом там за счет своего индивидуального мастерства решают и делают результат. Я не знаю, когда это же пойдет, но, на мой взгляд, Ниасе сейчас так раскрывается в чемпионате России, что этого форварда обязательно присмотрят, если он так тем более будет играть на европейской арене. Мне кажется, ему шаг вперед можно делать в топ чемпиона. Да, конечно, он соответствует. И не случайно. Из локомотива уже индуи уже забирали. Вот. Они там как раз вот эти футболисты, африканские особенно, да, они за счет локомотива как раз вот раскрываются, выходят на хороший уровень, и потом их перекупают клубы более высокого класса. Это выгодно и для локомотива, и для игроков. 21.45. В понедельник в следующий в 19.00 на открытии арене из Черногории. И напоминаю вам, что последний шаг сборной на пути во Францию – настоящий праздник для болельщика. Спорт.ФМ приглашает тебя в Темпл.Бар на Войковской на отборочный матч Евро-2016 Россия-Черногория. Болей за наших вместе с ведущими Спорт.ФМ. А также розыгрыш призов и другие сюрпризы ждут тебя 12 октября в 18.45. Темпл.Бар на Войковской. Слушай и смотри вместе со Спорт.ФМ. Спорт.ФМ. Мы продолжаем. Так вот подробно поговорили по московскому локомотиву. Вот, подводя итог, да, команда все-таки после 11 туров идет на втором месте. Уверенные 6 очков в группе Лиги Европы, которые, учитывая, что есть победа в Лиссабоне, стратегически важная, да, это без пяти минут выход из группы, да. Это потолок. Дальше нам видеть какой-то спад или реально у этого локомотива есть резервы, худо-бедно без серьезных спадов провести весь чемпионат? У этой команды есть сейчас ресурс, причем, обрати внимание, у них самая такая достаточно многочисленная и квалифицированная скамейка. Ни у одной команды, ни у Спартака, ни у ЦСКА, даже ни у Зенита, которая находится вверху турнирной таблицы, такой скамейки нет. Даже так вы думаете? Да, потому что там, ты посмотри, кто сидит, Фернандо, Шмайкон, Дюрица, Григорьев, Григорьев сидит, есть Абаев, Шкулетич, да, есть Абаев. Миранчук выходит, Янбаев защитник. Да, практически, видишь, Миранчук, Миранчук это сейчас перспективный молодой футболист, который уже достаточно много пользы принес локомотиву, но находясь в таком статусе, да. А другие игроки тоже все опытные, все играли, поэтому здесь они могут ротацию проводить, они и проводят эту ротацию. И у них, по сравнению вот с тем же Зенитом и даже с ЦСКА, да, я уже не говорю о Спартаке, у них в этом плане ситуация намного лучше. Вот согласитесь, ротация же, мы уже говорили о тренере, естественно, но ведь это ведь огромная сейчас работа для тренера, сохранять баланс психологический, да, не давать, не знаю, застыть так футболистам, которые на замене сидят. Дело в том, что, во-первых, здесь имеет большое значение научная группа и медицинская, которая должна контролировать состояние футболистов. А тренер, естественно, не ставя футболиста в состав, он должен беседовать с футболистом и объяснять причины, с чем это связано. И когда вот такая связь есть, а судя по тому, что Гильермо говорит, что обстановка психологическая очень хорошая, то тогда игрок сознательно подходит к этой ситуации, вот, он знает, почему, вот, и знает, над чем нужно работать, вот, а особенно знает, когда ему говорят, что тебе нужно отдохнуть, потому что у тебя сейчас функционал плохой, как показали на тестировании. Вот и все, и игрок начинает сознательно к этому относиться. Больше того, если он устал, и там соответствующие мероприятия проводятся для того, чтобы его вернуть в хорошее функциональное состояние, и все, и здесь никаких обид, там, никаких претензий, никаких не могут быть. Другое дело, и судя по всему, такая работа проводится. Другое дело, когда такого диалога нету, такого контакта нету, да, здесь могут возникнуть различные проблемы, в первую очередь, психологического плана. Потом есть конкуренция в составе, и если на сегодняшний день твой конкурент играет лучше, то это претензии не к тренеру, а это претензии к тебе. Ни один тренер, ни один тренер не посадит игрока на скамейку, который выглядит лучше на данный момент. Сейчас 11 туров позади, у нас, понятное дело, пауза на сборную, следующий тур только через две недели, но мы все знаем, что в этом туре топовейший матч получается, столичное дерби, которое по накалу, да, еще несколько лет назад было вообще крутейшим, и сейчас, походу, оно будет таким же, Спартак-Локомотив. Коротко, 20 секунд, кто будет фаворитом этого матча? Локомотив однозначно фаворит. Другое дело, было бы интересно посмотреть, как он вот эти, свою, скажем так, статус фаворита на данный момент. Но он фаворит и по игре фаворит, и по составу фаворит, и в конце концов, по занимаемому месту в турнирной таблице. Другое дело, как он это будет реализовывать, и какую тактику они выберут. Но это, кстати, ответит на вопросы стабильности выступления сейчас Локомотива. Четыре балла на улицах Москвы сейчас такие пробки. По оценке портала Яндекс.Пробки, где тяжело на Ломоносовском проспекте, тоже традиционной, на Нахимовском, от улицы Лебедева до Профсоюзной улицы, на Волоколамском шоссе от Спаской до Речной улицы. Что касается пробок на Бульварном кольце, то здесь все достаточно терпимо. Ну, только приличная пробка на внешней стороне, от Казарменного переулка до Тверской. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Продолжаем. Александр Бубнов вместе с нами в студии. 5533 в начале слова «Спорт. СМС-портал» и приложение в Абере WhatsApp 892522222932. Но увидите, что перефразирую некоторые ваши вопросы, стараюсь задавать. И вот все-таки «Локомотив» фаворит. Но не находите ли вы, что вот эти 11 туров «Локомотив» прошел так в тени вообще? «ЦСКА», «Зенит», «Лига чемпионов». «Локомотив» тихо, спокойно, без особого ажиотажа. Внимание, а сейчас-то действительно к нему будут команды готовиться. Играть вторым номером? А пока казалось, что «Локомотиву» удобнее играть вторым. Ну, здесь статус, да, сейчас будет обязывать. И уже отношение, может быть, будет другое. Но я тебе должен сразу сказать, что «Локомотив», мы видели, как «Локомотив» с «ССКА» сыграл, да. Мы видели, как «Локомотив» с «Зенитом» сыграл еще, начиная с «Суперкубка», да. Поэтому специалистам-то уже было видно, да и игроки тоже других команд на это обратили внимание. Потом обратили внимание, как «Локомотив» уверенно на выезде играл, да, в начале чемпионата. Другое дело, что он терял очки на своем поле поначалу. И самое главное, неубедительно выглядел. Но это как раз было связано с перестройкой, с новыми требованиями, с новым тренером. Больше того, они провалились в Казани, там допустили грубые ошибки и 3-1 проиграли, помнишь, да? 3-1, по-моему. Да, 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 конечно. Или 3-2. 1-3, 1-3, да. 3-1 проиграли. И после этого Черевченко сказал, что команда, представляешь, она не впала в какую-то там депрессию, да, вот. А она наоборот разозлилась, разозлилась, он так образно сказал. И это как раз вот после этого они уже выдали такую серию, которая длится до сегодняшних дней. Это как раз вот говорит о потенциале команды. Другое дело, что они не ярко, игры не яркие были, да, вот. Но зато они были очень надежные в обороне. А потом вот сейчас, когда уже разыгралась группа атаки, да, вот, то и пошли и счета соответствующие. Сейчас с Амкаром, Зенит не смог Амкар обыграть у себя дома. Локомотив достаточно уверен. Да, очень уверен. Ну что же, друзья, вижу огромное количество сообщений. Вопрос по Станиславу Черчесову, по Спартаку 2. Постараемся на все ответить. С ЦСКА Динамо начнем следующий час. Озените не забудем с Ростовом никуда не уходить. Спонсор рубрики «Зао МПК». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Реклама Каникулы закончились, но это совсем неплохо. Как это? А кто сказал, что веселиться можно только на каникулах? Ведь центральный детский магазин на Лубянке приготовил еще больше развлечений в новом учебном году. Встретимся в ЦДМ на Лубянке после уроков категории 0+. Большому человеку нужна большая машина. Большому дому нужен большой ремонт. Большой семье нужен большой отпуск. Большой кредит на любые цели. 16,9% годовых. Локобанк. Банк простых решений. КБ Локобанк. АО «Генеральный литинь ДЦБРФ-20107». Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». Квартиры от 9 миллионов 900 тысяч рублей. Закрытый внутренний двор. Собственный детский сад. Подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на «Преображенке». ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследия-халс.ру. Дорогой, стол накрыт. Устраивайся поудобнее. Спасибо. Кстати, об удобстве. Я оформил нам программу «Твой ПСП». Устраивайтесь в «Промсвязьбанке» выгодно всей семьей. Бесплатное обслуживание, платежи и переводы без комиссии. Оформите программу «Твой ПСБ» в офисе или по телефону. И получайте до 7% годовых на остаток по карте. Звоните в 8 800 333-0303. Все условия на 3wpsbank.ru. А у «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ, номер 3251. Лучший фехтовальщик на свете не должен опасаться второго лучшего фехтовальщика. Бояться нужно невежды, который ни разу не держал шпаги в руках. Он делает не то, чего от него ожидают. И поэтому знаток перед ним беспомощен. Писатель Марк Твен. Спонсор рубрики «Зао МПК». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продолжается наш эфир. Это «Сто процентов футбола» в студии Дмитрия Дерунец и, как всегда, по понятельникам Александр Бубнов. Мы ждем ваших вопросов на наше приложение в Айвере и в Ватсапе. Это наш номер 8925-222-293-2. И, конечно, наше приложение для СМС. КСМС-портал 5533 в начале слова «Спорт». Приложение ВКонтакте также читаем. Но вы видите, да, много вопросов было по локомотиву. Мы постарались максимально на него ответить. Александр Викторович, ну, теперь вопрос по ЦСКА. Матч, естественно, ЦСКА-Динамо. Ну и так как минувшая неделя была еще и неделя в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, очень удачная для российских клубов. Давайте, наверное, от Лиги Чемпионов оттолкнемся, прежде чем перейти к матчу Динамо-ЦСКА. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, насколько хватит запала ЦСКА и за счет чего мы сможем выйти из группы Лиги Чемпионов? Ну вот здесь действительно, да, у ЦСКА может просто спад наступить. И они, в общем-то, это чувствуют и стараются проблему решать, потому что игроки играют практически в Лиге Чемпионов, в сборной играют и в Чемпионате России. И уже вот этот спад мы почувствовали на Еременко, да, когда он уже в состав стал не попадать. Ко всему еще говорят, он там на уколах играет, у него там проблемы с пахами, да. Сейчас после игры уже и Муса тоже говорил, что определенная усталость уже была. И Муса, кстати, не так был заметен. Вот несмотря на то, что он гол забил, он в самом конце, да, сказалась как раз вот эта игра в Лиге Чемпионов. Вот, но ЦСКА пока за счет, еще раз говорю, сыгранности, за счет синхронности и за счет стабильности состава, они в конце концов дожимают соперника. В данном случае здесь Динамо провело, Динамо более свежо выглядело, потому что оно не играло в Лиге, ну, в Еврокубках не играло. И первый тайм, вот, они провели очень хорошо. Они и в целом игру неплохо провели, но особенно первый тайм. И если бы они реализовали те моменты, которые у них были, то там еще неизвестно, как бы развивалось. Александр, все-таки я хочу вас направить в русло Лиги Чемпионов. Понятное дело, что возможные травмы, возможный спад. Вот на данную секунду два тура позади, это треть пути, да. Три очка у всех в квартете, да. Впереди два матча с Манчестер Юнайтед. Вот на эти, ну, на это противостояние двухматчевое, давайте так, может быть, ограничимся. Как вы смотрите? Вот как сейчас Манчестер играет, несмотря на то, что он вверху турнирной таблицы, да. Сейчас вот они Арсеналу в последнем туре проиграли, да, 3-0. Поэтому, естественно, у ЦСКА шансы есть, тем более они играют дома. Будет все зависеть от того, как они пройдут Манчестер. Вот если они сумеют взять 4 очка, 4 очка из 6, то шансы тогда будут высокие, потому что с Вольсбургом играем дома. Да, а потом выездная игра в Голландии. В Голландии, да, по СВ. Вот все будет зависеть от вот игры как раз с Манчестером, а не спаренной игры. Если же здесь ЦСКА... Сейчас они пока дома выиграют, а на выезде проигрывают, правильно? И группа ровная, и они идут с одинаковым количеством очков. Вот, если они... Ну, ЦСКА, в первую очередь, надо дома выигрывать, а потом на выездах стараться хотя бы в ничью сыграть. Тогда проблем не будет. Вот, если они дома выиграют, а на выезде проиграют, то тоже, да, шансы остаются, и шансы хорошие. Хуже будет, если они начнут дома очки терять. И вот теперь перейдем в этом плане к игре с Динамо. Действительно, скажешь, там Динамо неплохо выглядел первый тайм, но и ЦСКА очень блекло выглядел. И понятно, что когда мы говорим о возможном каком-то спаде ЦСКА, но вот если этот спад будет таким, какой был первый тайм Динамо, ну, это не критично, потому что здесь было видно, что где-то и эмоций команде не хватает, и Думбия отрезан, и как-то вот, в общем, еле передвигались, что-то должно было не заставить делиться. Нет, это не критично, когда ты играешь в чемпионате России. Но это может выглядеть критично, когда ты будешь играть в Лиге чемпионов. Разве допустят они такого первого тайма в Лиге чемпионов? Ну, смотри, вот сейчас какая ситуация наступает. Сейчас две игры сборных, да, причем игры достаточно ответственные. Нужен выход на чемпионат Европы, да, четыре очка наберут, да. Значит, плюс у них достаточно игроков в сборных различных, да, у ЦСКА. Сейчас их не будет, да. Практически подготовка будет вестись нецеленаправленно, она в какой-то степени будет разбалансирована. И они соберутся вместе перед игрой с Динамо непосредственно, да. Ну, не с Динамо уже, а перед следующей игрой. Ну, ладно, сейчас завернемся, паузу сделаем и вернемся. Четыре балла по оценке портала Яндекс.Пробки. Местами затруднений сейчас на улицах Москвы. Тем не менее, передаем всем привет, кто сейчас едет в машинах и слушает спорт.фм и 100% футбола. Крупнейшая пробка на Рублевском шоссе, на Аминьевском шоссе, от метро Кунцевская до улицы Лобачевского. Аж час там потеряете внезапно, да. И на Киевском шоссе от карты Мазова дом Када. Спорт.фм. 100% футбола. 100% футбола.спорт.фм. В гостях, как всегда, по понедельникам Александр Бубнов, наш замечательный умнейший эксперт. Говорим о матче ЦСКА-Динамо сейчас и о ЦСКА, как о перспективе клуба в Лиге Чемпионов. После сборной, я здесь просто оговорился, после сборной они соберутся перед игрой с Уралом. У них игра с Уралом, но это, знаешь как... Дома, спокойно. Да, но сейчас Урал прибавил, да. А тут Гончаренко в тренерском штабе ЦСКА. Он все знает. Да, с ними не так просто играет. Но это, конечно, лучший вариант, чем, предположим бы, они бы после сборной играли с Динамо или там, я не знаю с кем, там, со Спартаком, там, Зенитом. Да, но, естественно, команда ниже класса, мы здесь должны за счет опыта, за счет класса брать очки. Но в любом случае, потом там, в общем-то, просто так, просто так, они у Урала здесь не выиграть. То есть придется силы прилагать. И в каком состоянии они будут после сборной с Уралом? В каком состоянии Манчестер Юнайтед будет после сборной? Ну, те же самые проблемы. Вся команда разлетается, а игра у них, вы знаете, с Эвертоном, где всегда не просто. Условия, я тебе говорю, условия примерно разные, с учетом того, что там тоже сборников есть. Поэтому дома, дома, я считаю, шансы хорошие. Дай бог, чтобы там не было. Чтобы там не было, потому что у ЦСКА скамейка не такая большая. Но эти вот Натха, вот, получил уже. Ну, здесь, знаешь как, он, во-первых, там ему рассекли, была кровь, он не собирался уходить, его заменили. Но тогда потом сказали... В стационаре лежит. Да, сказали, да, что сотрясение мозга, он там, знаешь... Я просто стоял на бровке как раз, и я слышал эти слова Биберсон. Куда меняешь там, даже с матерком было, я готов играть там, зачем, не меняй. То есть, причем видно, что глаза-то плывут. Ну, вот его реальность... Там уже не Натха определяют, там врачи определяют. Понятно, ну, это я просто вам говорю, реакция человека. И, судя по всему, там врачи сказали, что в таком состоянии он играть не может. Но сотрясение, вот тебе, пожалуйста, сотрясение, это потеря, потеря игрока. Но, правда, сейчас вот перерыв со сборной, он может восстановиться. Но все равно Натха, по большому счету, в последнее время он и в состав-то не попадал. Это не стопроцентный игрок был стартового состава, а здесь еще такая травма. Поэтому здесь, конечно, слабые места есть. Другое дело, я с тобой согласен, в каком состоянии подойдет Манчестер к этим играм. Но в любом случае, в любом случае, это престижный турнир коммерческий, здесь зарабатываются большие деньги. Поэтому говорить о том, что Манчестер недооценит ЦСКА не приходится. То есть тяжелая игра будет, очень тяжелая. Ну, ладно, об этом мы еще поговорим, естественно, в наших программах и в следующих еще две недели. Даже больше до игры ЦСКА Манчестер Юнайт. Что касается вот этой победы над Динамо, для ЦСКА, как вы можете ее оценить? Победа малой кровью? Нет. Нет. Малой кровью Натха. Дело в том, что Динамо их напрягало, я тебе еще раз говорю. И если бы они в первом тайме использовали те моменты, то ЦСКА спокойно могло потерять очки. Потому что Динамо это не Мордовия, которая 3-0 ведет, а потом 6 во втором тайме пропускает. Динамо достаточно было два. Если бы они два мяча забили, а они могли два мяча забить, то там я бы посмотрел, как ЦСКА из этой ситуации с Динамо выходила. Потом не забывай, первый гол они забыли в Эрбуму со стандартного положения. Это не с игры, а от структуры игры не зависит. И причем вот здесь на удивление, на удивление очень грубеешь. Но она уже, я вот второй раз вижу, когда игрок, игрок, причем игроки опытные, игроки сборных, да, не смотрят, где находится мяч, не смотрят, то есть неправильную позицию занимают и не смотрят, не видят одновременно мяч и соперника. Вот Губачан вот так вот держал, Губачан вот так вот держал Вербума. В результате получили. Точно так Дзюбу держал. Помнишь, мы с тобой разговаривали, ботцовским захватом один к одному. Только Дзюба не смог вырваться, а здесь Вербум смог выпрыгнуть и голову подставить. 54. Код Москвы – 495. Меня зовут Роман Мазуров, а я – Игорь Рязанцев. Все запоминают, а боксеры записывают. Слушайте программу «Двойной удар» на Спорт.ФМ. Теперь два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, после десяти вечера. 100% футбола с Дмитрием Дерунцом. Друзья, мы продолжаем. И, как вы помните, на прошлой неделе мы всю неделю разыгрывали каждый день в нашей программе по два билета на матч «Россия-Черногория», который состоится в 19.00.12 октября на стадионе «Открытие арена» в Москве. И сейчас вновь настало время дать вам возможность выиграть эти самые два билета. Как всегда, условия простые, я вам задаю вопрос. И сегодня, ну, скажем так, 24-й правильный ответ на наш смс-портал 5533 в начале слова «Спорт», соответственно, приславший этот самый 24-й правильный ответ, получит два билета. Все чисто, все абсолютно методом случайности. Итак, внимание, вопрос. Загаданный игрок является одним из самых титулованных футболистов, родившихся в Черногории за всю историю. И единственным среди них номинантом на золотой мяч. При этом за сборную Черногории он не успел сыграть ни одного матча. Большую часть карьеры он провел в Испании, поработал спортивным директором в Мадридском Реале, а потом уже в качестве агента поспособствовал появлению Самуэля ЭТО в Анжи. Кто это? 24-й правильный ответ на наш смс-портал 5533 принесет вам два билета на матч «Россия-Черногория». Слово «спорт» в начале не забывайте ставить. Ну а что касается нашей программы, то мы продолжаем. И у нас здесь вот постоянный слушатель пишет, Макс Красно-Белый Жуковский. Александр Викторович, а у вас было плохое ТТД? А то вы всех критикуете. Разбирали ли вы свою игру так, как вы сейчас оцениваете игру всех, в том числе Широкова? Не предвзято ли вы к нему относитесь? Спасибо. Мою игру разбирали Бесков-Слободовский. Мы ставили оценки. Поэтому я свою игру не разбирал. Мне не нужно было. Игрок должен в первую очередь свою игру анализировать. А плохая она или хорошая, это определяет тренер. И я скажу, что у меня тоже низкие оценки были. И на мой взгляд, ни один футболист не может все время играть на одинаково высоких оценках. Бывают разные причины, по которым ты играешь не на своем максимальном уровне. Но я могу сказать, что, например, среди игроков московского «Спартака» там выводилась средняя оценка за сезон. Все складывались оценки, полученные за матчи. За матчи и делился на количество матчей. Так вот, среди игроков полевых у меня был самый высокий средний показатель. Поэтому я достаточно стабильно играл. Но когда плохо играл, то тогда от Бескова по полной программе получал, не только от Бескова. Поэтому говорить... Я, в общем-то, предъявляю такие же требования, как и предъявляли ко мне тренеры, когда я играл. Но здесь нужно понимать еще раз, я об этом постоянно повторяю, но многие то ли не слышали, то ли не понимают. Дело в том, что это не я оценки ставлю. Я фиксирую только действия игроков на футбольном поле. А есть шкала оценок, есть модельные показатели игроков мирового уровня. А оцениваются игроки, по оценке ставятся по игрокам, по показателям игроков мирового уровня. Почему? Потому что мы играем в Лиге чемпионов, мы играем на чемпионате Европы. И вообще это критерий, самый высокий критерий оценки. Потому что должен же какой-то критерий быть, по которым оценивается. Вот поэтому практически игроки, вот эти оценки, которые они получают, да, они зарабатывают своими ногами и своей игрой. И я здесь ни при чем. Здесь можно вместо Широкого любого другого игрока поставить и сказать, вот что, вот фамилию даже не показывать, я говорил об этом. Вот у игрока вот такие показатели. Какая оценка? Я даже не смотря на фамилию, какая фамилия, я поставлю оценку. Потом ты можешь мне открыть и сказать, что это там Широков, там Месси или еще кто-то, понимаешь? Вот. Поэтому я тебе говорю, это не я ставлю оценки, это они себе ставят оценки. Я только игру расшифровываю и все, потому что любая игра зашифрована. Другое дело, реакция футболистов на это. А она бывает разная. Да, разная. Давайте после паузы продолжим. Движение плотное на улицах Москвы. 5 баллов по оценке портала Яндекс.Пробки. Крупнейшее по-прежнему на Рублевском, на Миньевском шоссе, от Ярцевской улицы до улицы Лобачевского. С выше часа вы здесь будете двигаться всего-то 6,5 километров. На Люсиновской улице тяжело, на Большой Тульской, на Варшавском шоссе, на Каширском, от улицы Лестьева до Коломенского проезда тоже практически час потеряете. Продолжается эфир 100% футбола. Вы отвечаете огромное количество сообщений, огромное количество желающих выиграть билеты на Россию-Черногорию. Вопрос задал. Напомню, загаданный игрок является одним из самых титулованных футболистов, родившихся в Черногории за всю историю. И единственным среди них номинантом на золотой мяч. При этом за сборную Черногории он не успел сыграть ни одного матча. Большую часть карьеры он провел в Испании, поработал спортивным директором в Мадридском реале, а потом уже в качестве агента поспособствовал появлению Сануэля ЭТО в Анжи. Два билета 24-му правильному ответу. Ну а мы продолжаем, резюмируя разговор по ЦСКА. Вот еще, Дим, я еще тебе добавлю, чтобы вы понимали. Мы сказали о реакции футболистов, да? У меня состоялся разговор, я же был в Санкт-Петербурге, я встречался с Кижаковым, и как раз мы там по технико-тактическим действиям стали говорить. Вот, и он мне сказал, говорит, как у меня могут быть лучше показатели, чем у Халка, потому что Халк больше с мячом, на него больше играют, а на меня меньше играют. И я говорю, согласен, говорю, но это проблемы тренера, проблемы тактики, да? Но согласись, тот процент владения мячом, который у тебя есть, и то количество технико-тактических действий, предположим, оно меньше, нет вопросов. Но если бы ты не ошибался при совершении этих технико-тактических действий, да, то не имеет значения, что оно меньше, там у тебя, предположим, другая позиция, другая игра, да? Но процент брака-то у тебя был бы другой, правильно? Значит, ты согласен с тем, что если ты ошибаешься, допускаешь такие ошибки, то это твои ошибки, которые тебе снижают, ну, которые повышают процент брака и, соответственно, оценку. Он, да, он говорит, я согласен. А как он будет отказываться? Он говорит, да, я согласен. Я говорю, поэтому, если ты, говорю, ты можешь сделать меньше технико-тактических действий, но при этом забить, там, отдать голевую передачу и другая оценка уже будет. Поэтому я ему говорю, Саш, зависит не от количества технико-тактических действий, хотя чем больше технико-тактических действий, тем лучше, больше ты польза команды пользуешься, зависит от качества, от качества. Вот, и если это у тебя качество невысокое, то ты будешь постоянно получать невысокую оценку. Ну, вот, и здесь не имеет значения, играют на тебя, не играют на тебя. Естественно, только если, ведь, в конце концов, ты можешь и сам мяч добывать, да, играя нападающих, там, в прессинге, все. Это тебе тоже в плюс пойдет. И вот мы, когда с ним поговорили, говорю, мы, в общем-то, он понял, он сказал, я говорю, будешь играть хорошо по модельным показателям, которым я себе объяснил, ты будешь получать высокие оценки. А если ты будешь играть, ну, по модельным показателям плохо, то какие бы у нас с тобой чисто человеческие отношения не были, ты будешь получать то, что ты получаешь, то, что... И это мы уже, кстати, в эфире, да, видели по матчу Россия-Австрия, кажется. Ну что же, продолжим уже после выпуска новостей. Реклама 10 и 11 октября Этномир погрузится в атмосферу Дикого Запада, на шестом фестивале культур народов Северной Америки «Типи-фест». Специальный гость – легендарный актер Гойко Митич. Подробности на сайте этномир.ру. Вход платный. Категория 0+. 23 года успешной работы и надежного партнерства с «Ланта-Банком». Кредитование бизнеса, драгоценные металлы, брокерские операции. «Ланта-Банк». Надежность, обеспеченная золотом. Подробнее на «Ланта.ру». Лицензия ЦБ РФ номер 19-20. АКБ «Ланта-Банкао». В Новом Пушкино живу. Как во сне, но наяву. Мой комфорт, моя свобода. Жить в согласии с природой. Квартиры в Новом Пушкино от 2 миллионов рублей. Ипотека от 5% на новостройки «Домус Финанс». Звоните. 5-5-0-4. Счастливее вас не будет в целом мире. 5-5-0-4. Чтоб жить в своей квартире. Код 4-9-5. ЛАО «Московский кредитный банк». Ставка 5% на первый год кредитования. Непубличная оферта. Проектные декларации и условия кредитования на сайте «Домусфинанс.ру». Криштиана Роналда, Серхио Рамос, Тони Кросс и другие звезды мирового футбола. Их объединяет самый титулованный клуб в мире «Реал Мадрид». Традиционно в Москве «Реал Мадрид» организует осенний футбольный лагерь для мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 17 лет. Кроме двух тренировок в день, в лагере будет бассейн и два мероприятия на развитие личностных качеств. Самоконтроль, умение прилагать усилия, лидерство, уважение к другим и работа в команде. Информация по телефону. Плюс 7-499-348-1508. Готовьтесь. Зима близко. Но с моторным маслом «Мобил Супер» ваш автомобиль застрахован от зимы. Купите 4 литра «Мобил Супер». Зарегистрируйте код со стикера на упаковке и получите шанс выиграть страховой сертификат для своего автомобиля. «Мобил Супер». «Энерджи Ливс Хеа». Сроки проведения акции с 5 октября по 29 ноября 2015 года. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве сертификатов ООО «Хоум Полис», в сроках, месте и порядке их получения на сайте mobiloyal.com.ru. Телефон рекламной службы «Спорт.Этем». 620-46-64. Код Москвы – 495. 100% футбола с Дмитрием Дерунцом на Спорт.ФМ. Мы продолжаем и по традиции в начале этого получаса обращаем внимание на мнение букмекеров. Поговорили уже о матче Албане-Сербия, который предстоит в ближайший четверг. Ну и давайте взглянем еще на одну важнейшую встречу с точки зрения борьбы за попадание на чемпионат Европы. Впервые в финальную часть чемпионата Европы может пробиться сборная Северной Ирландии, которая в своей группе лидирует. И ключевой матч североирландцы дома играют с командой Греции, которая все шансы внезапно участник плей-офф чемпионата мира последнего потеряла. Какие коэффициенты у экспертов Винлайна на эту игру? На победу Северной Ирландии 2-28. На победу Греции 3-70. На ничью 2-93. Кто бы мог подумать, что еще, допустим, год назад, что вот такие расклады будут перед игрой Северной Ирландии и Греции не в пользу греков. Но вот Винлайн думает именно так. И Винлайн не одинок. Бет 3-65, 2-20 на Северную Ирландию. Три на ничью и 3-60 на Грецию. Друзья, ну и самое время подвести итоги нашего вопроса, нашего розыгрыша двух билетов на матч России и Черногория. Задавал я вам вопрос. Загаданный игрок является одним из самых титулованных футболистов, родившихся в Черногории. За всю историю единственным среди них номинантом на золотой мяч. При этом за сборную Черногории он не успел сыграть ни одного матча. Большую часть карьеры провел в Испании. Поработал спортивным директором в Мадридском Реале. А потом уже в качестве агента поспособствовал появлению Самуэля Това в Анши. Правильный ответ это, конечно же, Предрак Миятович. И 24-м правильно написавшим сочетание Предрак Миятович или просто Миятович был наш абонент, наш слушатель из Нижнего Новгорода или из Нижегородской области. Ваш телефон заканчивается на 44-17. Мы с вами свяжемся, вас поздравляем с победой. Вы получаете два билета на матч России-Черногория. И, надеюсь, приедете в Москву, поддержите нашу национальную команду. Ну а розыгрыши продолжаются. Так что слушайте 100% футбола каждый день и получайте шансы выигрывать билеты на матч России-Черногория. Ну а мы возвращаемся, Александр Бубнов, студии Спорт.ФМ, 100% футбола. Наши координаты, смс-портал 5533 в начале слова «спорт» и, соответственно, наше приложение в Вайбере «Ватсап-89252222-2932». Полчаса еще на диалоге. И вот вы блестяще, Александр Ильич, рассказали по поводу оценок, да, выставляемых футболистов. И рассказали про себя, про свой опыт. И тут же спрашивают. То есть оценки Бубнова лучше Черенкова и Гаврилова? Может, все же тогда ТТД не самое главное? С иронией. А при чем здесь оценки Черенкова и Гаврилова? У меня модельные показатели были по защитникам. Я же защитника играл, опорного полузащитника. А модельные показатели на тех позициях, на которых Гаврилов и Черенков играли, они совершенно другие. Не такие, как у меня. И поэтому мои оценки нельзя сравнивать с оценками Гаврилова и Черенкова. Причем, когда Черенков и Гаврилов показывали классную игру, вот, то они получали очень высокие оценки. Другое дело, что такой стабильности не было, как у меня, поэтому я по стабильности оказался выше. Вот, а на самом деле здесь даже и близко нельзя сравнивать. Для защитников одно количество техника тактических и процент брака, самое главное, совершенно другое, да. Для полузащитников, а в данном случае Гаврилов и Черенков, они играли больше на позициях плеймейкеров, да, вместе, и по отдельности вместе в связках. Там совершенно другой объем техника тактических действий, совершенно другой брак. Поэтому вот слушатель, который задает этот вопрос, он просто не в курсе дела, как это оценивается, как это делается. Поэтому, если ты, у меня там модельные показатели, у меня там были списаны с Бекенбаура, там, с других лучших центральных защитников на тот момент мира, да. А у Черенкова и у Гаврилова модельные показатели были по лучшим полузащитникам мира на тот момент. А у нападающих там другие должны быть показатели. Но я тебе должен сказать, что мы вот отдельным этим показателям, да, мы иногда в чемпионате Советского Союза показывали даже лучше, чем эти модельные показатели. Я раз вообще на 8% брака сыграл, вот, на что Бесков обратил внимание, и он мне сказал, говорит, смотри, ты лучше Бекенбаура сыграл. Я говорю, может быть, я и лучше по показателям, да, но с кем я играл и с кем Бекенбаур играет. Разница же есть, это учитывалось. Но дело в том, дело в том, что если ты на вот этих показателях даже лучше еще играешь в чемпионате России, играешь стабильно, да, то потом, когда ты выходишь на мировой уровень, то ты себя увереннее чувствуешь, потому что ты уже готов вот к этому мировому уровню и к тому количеству технико-тактических действий и процента брака. Вот, и это нам, это нам очень помогало в игре со сборной Аргентины, потому что играть в Мардерплате, пускай это товарищеская игра была, со сборной Аргентины, где девять чемпионов мира и Марадона плюс Диас, и сыграть с ними в ничью один-один, и играть еще не самым оптимальным составом сборной команды Советского Союза, да, откуда вот так же просто ты не сыграешь? Или Спартак перед чемпионатом 87-го года выезжает на турнир в Аргентину? Да, продолжим, Александр Ильич Трацу, после небольшой паузы. Шесть баллов по оценке портала Яндекс.Пробки. Движение затруднено на улицах Москвы сейчас. Третьим транспортом на внутренней стороне от Кутузовского проспекта до Ленинградского проспекта шесть километров будете ехать целый час. На Велозаводской, на улице Сайкина, на проспекте Андропова, от Восточной до Нагатинской улицы пять километров тоже, по сути, целый час. Ну и на Севастопольском проспекте от Загородного шоссе до Болотниковской улицы потеряйте пятьдесят минут. Продолжаем, говорим об оценках, да, и обыстрее немножко. Да, и вот мы выехали на этот турнир, у нас еще чемпионат не начался. В 87-м году, кстати, когда мы чемпионами стали, а там уже и Букахуниос, и Реверплейт, они были, ну у них там по ходу сезона шел, они в форме были, в оптимальной, да. И с теми, и с другими сыграть в ничью, да, это ж не просто так. Вот как раз вот благодаря тем требованиям и тем модельным показателям по технико-тактическим действиям, которые Бесков требовал. Потом сборная выезжает в Бразилию на Маракане, обыгрывает 2-1. Что это, случайно что ли? Это все не случайно. Поэтому техника, и когда есть ориентиры по технико-тактическим действиям лучших игроков мира, да, вот, и когда ты на их постоянно ориентируешься в чемпионате России, больше того, я тебе еще раз говорю, Дим, эти показатели даже можно произойти, потому что вот эти звезды делают, ну вот, такие технико-тактические, такие показатели у них, играя против звезд, да. А в чемпионате России ты же играешь соперник ниже классом, предположим, да, чем вот эти звезды. Значит, у тебя больше шансов, больше шансов есть, и больше сделать количество технико-тактических действий, и меньше процент брака. Все от тебя зависит, ориентируешься ты на это или нет, и как у тебя учебно-тренировочный процесс построен. Вот для чего нужны технико-тактические действия, потому что ни один тренер, ни один тренер не может дать объективную оценку, я тебе еще раз говорю, игра зашифрована, да, если она не будет не зашифрована, и не будет показателей вот по этими технико-тактическим действиям. И когда они постоянно есть, и когда они постоянно требуют, чтобы именно вот такой процент брака был, и чтобы вот такое количество объем действий, то в конце концов, если игрок сознательно и целенаправленно к этому идет и усердно тренируется, он достигнет этих показателей, и ему будет легче играть не только в чемпионате России, мы тогда Советского Союза, но и на международной арене, и в сборной тоже. Давайте вернемся к нашему чемпионату, к минувшему туру. Много вопросов по московскому «Динамо». Ну вот, на мой взгляд, да, когда мы действительно уже сказали, что довольно хороший, приличный первый тайм был, но не забили. Ну, действительно, есть, мне кажется, некие проблемы в перестановках, в том, что к двум нападающим к этой формуле привыкает, и нету плеймейкера при этом. Ну и, конечно, отсутствие Жиркова очень сильно ударило по «Динамо», как только он был заменен в перерыве. Ключевой игрок в плане начала атак, в плане подключения, как ранний защитник. Ты смотри, там же же появились, там пришлось Морозова передвигать в центр обороны до Диакова. Ну, это еще, да, до Диакова. Появляются новые молодые игроки, и тоже же нужно вписаться, а любой молодой, когда он появляется, это не так, это же определенные проблемы. Конечно, с Жирковым молодой не может сравниться ни по опыту, даже на данный момент и по техническому оснащению. Что касается игра в два нападающих, то «Динамо» играла в два нападающих, а Корин из Курани играл, и с Ворониным играл. Другое дело, что погребняк появился, который хоть играл в английской линии, но на достаточно низком уровне для английской лиги. И сейчас ему нужно тоже прийти в новую команду, тоже время на адаптацию нужно. И поэтому вот эти все проблемы, они в «Динамо» существовали, и они не так просто их преодолеть. И не случайно, вот я когда прогноз сделал, я не сомневался, что ЦСКА фаворит, и что она имеет преимущество. В конце концов, это преимущество они реализовали. Другое дело, как они это сделали, они это сделали с большим трудом, и это лишний раз говорит, что «Динамо» на правильном пути, а тот вектор развития, который они сейчас выбрали, опираясь на своих воспитанников, да, он перспективный. И если они будут целенаправленно двигаться и системно, да, по этому пути, то через какое-то время результат придет, я в этом не сомневаюсь. Новости. Страна. Мир. Спорт. Продолжим после новостей, сейчас же слово Марии Идеевой. Здравствуйте, коротко о главном. Со вторника отменяются рейсы трансаэропассажиров, повезет аэрофлот. В своем ТТД не учитывайте саму игру. Пас Мавсисяна на Попова для вас это одно ТТД и ноль процентов брака. Но ведь такая передача решила все и порадовала всех любителей футбола. Ваша стабильность в «Спартаке» это отлично, но футбол смотрит ради Черенкова, а гениальность ТТД не учитывает. Дело в том, что вот тот «Спартак», который, может быть, он видел и который знает, да, вот, его тренировал Константин Иванович Бесков, вот, и он как раз требовал из Черенкова, из Гаврилова, из меня и со всех как раз вот на основании технико-тактических действий. Это раз. Вот. Во-вторых, вот этот гениальный пас, как он говорит Мавсисяна, да, помимо того, что там ему ставится плюс, да, за эту передачу, это еще считается и голевая передача. То есть ему еще балл добавляется в оценки его, чтобы знал слушатель, да, вот. Ну и в-третьих, в-третьих, он же не знает, как я работаю, как я работаю и расшифровываю. Технико-тактические действия, которые я отмечаю, это идет расшифровка, но он же не знает, какой я анализ провожу. Я, помимо всего прочего, еще в отличие от компьютерных программ, я провожу анализ, и я могу поставить плюс, но если передача дается назад, а можно было передачу сделать вперед, я же это анализирую, я это для себя отмечаю, я могу оценку снизить. Если он, есть возможность развития так, он ее не развивает, а тормозит, во-первых, и там очень много нюансов. И когда вот этот анализ проходит, он-то точно, слушатель этот, да, он воспринимает это чисто визуально, эмоционально, потому что у него нет знаний, и он не знает, как расшифровывается игра. Он даже не понимает, что игра зашифрована, и он ее полностью, полностью до конца, он ее не воспринимает. Не может воспринимать, просто для этого у него возможности нет, да это никто не может до конца воспринимать и полностью корректно оценить, что происходило и объективно на поле. И только расшифровка, и не случайно это делалось в свое время научной бригаде, все термины вводились, и мы вообще первые в мире применили эту систему, вот, и ею пользовались такие великие тренеры. Другое дело, что потом уже появились другие вот эти компьютерные всякие программы, да, но они, они в этом и сложность, что эти компьютерные программы не могут так проанализировать игру, как проанализирует ее специалист. Вот, они тупо считают, выдают определенные, как говорится, действия футболистов, но анализа глубокого, то, что проводит тренер, когда пошагово смотрит и расшифровывает этой игры, нету. В этом и сложность, потому что Беско в свое время компьютерщиков, которые на космос работали, пригласил на свою дачу, ну не на дачу, в Тарасовку. И поставил перед ними задачу, чтобы, ну, сделать такую программу, чтобы можно было уже по ходу первого тайма считать, в перерыве ему выдают данные, он бы мог бы проанализировать и проводить коррективы, да. Они сказали, что нет проблемы, это очень легко. В течение, там, двух-трех месяцев, сколько они были, вот, они бились над этой проблемой, они не смогли эту программу сделать. Ну что же, полно очень ответили, вопросов просто очень много, времени очень мало. Спрашивают про «Спартак-2», накануне Денис Давыдов забил дважды ворота карпинского торпеда Армавира, пошли, кстати, слухи уже об отставке, но вроде они опровергнуты. Что можете сказать, есть ли будущее у «Спартака-2» и как о тренере Евгении Бушманове? Ну «Спартак-2» это практически дубль «Спартака», который играет на хорошем уровне, скажем так, с более взрослыми футболистами, чем они, потому что там в основной молодежь и набирается соответствующего опыта. Естественно, если там квалифицированный тренер, если он правильно работает, то он готовит тот резерв, который необходим для основного состава, больше того, они должны в упряжке работать с главным тренером, и система игры, все это обсуждается. И вот то, что вот эти команды, которые сейчас выступают, что «Спартак-2», что «Зенит-2», последние факты подтверждают, и Зарянов об этом сказал сейчас, что у «Зенита» заявки было 5 человек из «Зенита-2» на игру с Ростовом. Это вот как раз говорит о том, какие перспективы у этих команд. Если там работа поставлена правильно и соответствующим образом, то это резерв, который должен постоянно пополнять главную команду квалифицированными футболистами. Вот как раз про «Зенит» мы так, наверное, уже подробно не успеем поговорить сегодня, но вскользь после небольшой паузы несколько слов о матче «Зенит-Ростов» и вообще о будущем клуба, учитывая такой подъем в результатах в последнее время. 6 баллов по оценке портала «Яндекс.Пробки». Движение затруднено. Крупная пробка на третьем транспортом на внутренней стороне от Бережковской набережной до Ленинградского проспекта. Длина ее 7 километров, а время проезда свыше часом. Тяжело очень на Рублевском, на Миневском шоссе от Ярцевской улицы до улицы Лобачевского. Ну и, конечно, по традиции на проспекте Мира от Крестовского путепровода до улицы Докукина. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Продолжаем, Александр Викторович. Нот «Зенит» впечатляет последним или это все имени Халка? Я раньше говорил, что я могу на первых стадиях, когда только адаптация у Халка шла, да, у Халка, у Вицеля, я говорил, что я могу «Зенит» представить без Халка, но не могу представить его без Дани. Без Дани сейчас вот Шатов тоже, который предает ускорение и задает ритм игры команды, да. То вот сейчас, как Халк играет, да, убери Халка, с учетом вот этих всех показателей, да, он, кстати, 6 мячей забил, а 8 сделал голевых передач. Это только в чемпионате России, да. То есть, когда Халке говорили, что он эгоист, индивидуалист, что он тянет на себе одеяло и портит игру команды, да, разрушает за счет своих индивидуальных действий, то сейчас как раз вот эти данные говорят о другом, что он может и в пас играть, и не просто в пас играть, а давать голевые передачи. И сейчас, да, убери сейчас Халка, и вот уже без Халка уже будет тяжело представить, как они впереди будут играть. Потому что, вот обрати внимание, Дзюба забил, да, Дзюба забил, опять же, с передачи Халка, да. Ну а что, вот если убрать этот гол и посмотреть, что Дзюба делал, да, я эту игру смотрел, то у него там показатели невысокие будут. Вот, поэтому здесь Халк и ему помог, и Смольникову помог, да. Вот, кстати, Смольников здорово очень исполнил, уже второй раз вот эти подсечки классно выполняет в стиле Месси. И забивает, а не то побьет во вратарей, да. Вот, и поэтому то КПД, коэффициент полезного действия, да, который идет сейчас со стороны Халка, выражающийся в голах и в голевых передачах, говорит о том, что это игрок высокого мирового уровня, не случайно его. Дунгас снова стал призывать сборную Бразилии, он становится игроком стартового основного состава, причем использует его не на той позиции, на которой он в «Зените» играет, а на позиции центрофорварда. Да, действительно, тут много, конечно, интересных вопросов, постараемся их еще сэкономить и запомнить. Вот, интересно, что с ТТД у Ливандовских, с такими забитыми мячами было. С ТТД у Ливандовских, это сколько он забивает, я не знаю, пять мячей за девять минут, вот, можете представить, что там ему шесть можно ставить. Вот, если у нас, если у нас, я уже, по-моему, с тремя плюсами кому-то ставил, когда, там, хорошую серию, там, с голевыми передачами, с голами, вот, нет вопросов, играйте так, играйте так, у вас будут высокие показатели, и посмотрите, насколько легко вам потом на международной арене будет играть. Александр, спасибо, как всегда, круто, Александр Бубнов по понедельникам, 100% футбола, мы с вами прощаемся, завтра услышимся с 17 до 19, Нобель обязательно придет, счастливо. Спонсор рубрики «Зао МПК». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Реклама Каникулы закончились, но это совсем неплохо. Как это? А кто сказал, что веселиться можно только на каникулах? Ведь Центральный детский магазин на Лубянке приготовил еще больше развлечений в новом учебном году. Бесплатные игровые программы, новые приключения, забавы для малышей и даже сказочный парад. Просто класс! Встретимся в ЦДМ на Лубянке после уроков. Центральный детский магазин на Лубянке. Место, куда ваши дети приведут ваших внуков. Категория 0+. Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро Преображенская площадь. Квартиры от 9 миллионов 900 тысяч рублей. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-халс.ру. Не просто производить моторное масло, а совершенствовать его каждый день. Предлагать новые решения. Это основа легендарных масел «Матюль». На шоссе. Бездорожье. Гоночном треке. Моторное масло «Матюль» – это ваш источник уверенности. Подробности на матюль.ком. Дорогой, стол накрыт. Устраивайся поудобнее. Спасибо. Кстати, об удобстве. Я оформил нам программу «Твой ПСБ». Устраивайтесь в промсвязь банки выгодно всей семьей. Бесплатное обслуживание, платежи и переводы без комиссии. Оформите программу «Твой ПСБ» в офисе или по телефону. И получайте до 7% годовых на остаток по карте. Звоните 8 800 333 0303. Все условия на www.psbank.ru Аупросфейсбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 3251. Я купил таунхаус в Кембридже. А это значит, что детей не надо будет возить в сад и школу. Все на территории и под охраной. Таунхаусы на Новой Риге. От 4 миллионов в 900 тысяч рублей. 25 километров от МКАД. Развитая инфраструктура. Ипотека от ООО «Сбербанк России». Плюс 7495-134-0164. www.pdfiscambridge.ru ООО «Оптилэнд». Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. «Спорт-ФМ». «Спорт-ФМ».